всем привет дорогие друзья вы на канале дрончики сегодня я хочу продолжить знакомить вас со своей библиотекой по вязанию я обещала показать вам новые книги которые я совершенно недавно купила вот одна из них вязание спицами большая энциклопедия самая лучшая книга вот здесь написано вот такой вот рисунок интересный он объемный то есть вот эти вот все клубочки выделены ниточки их можно даже потрогать авторы этой книги тут две женщины это дорати ретиган и джудит дьюрант вот и забегая вперед я вам покажу их они самом конце есть фотографии этих женщин вот они об авторах здесь о них написано вот дорати ретиган она занимается вязанием более 40 лет за это время проделала все а этот джудит дьюрант автор соавтор и редактор многочисленных книг по вязанию вот они вот две женщины два автора этой книги дорогие друзья прошу прощения за шмыганье носом ребенок притащил вирус из садика сама заболела и вот уже я тоже прибаливаю собственно говоря поэтому я и не выложила в свое время своевременно так скажем обзор этой книги да как обещала обещал я немного раньше это сделать вот но в связи с нашей болезнью ну как болезнью прибаливаем можем сказать прибали вот идут мне помогать сашенька будем делать обзор мы с сашей болеем прибаливаем так сказать все в соплях не сказать что прямо влежку тьфу 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 нет но мало приятно простудно так достаточно простудно в садик она пока не ходит вот вашему вниманию содержание пожалуйста содержание этой книги косы отдельная глава про косы прожурное вязание провязание с бусинами в этой части уже вязаные изделия подготовки рукава сейчас вот все по порядку мы с вами посмотрим завершается эта книга мастер-класс саш ты когда вырастешь будешь вязать да давай покажем вот эту книжечку потому что мы с тобой увидели а люди нет например сейчас они посмотрят и скажут а мы хотим эту книгу введение в введении дорогие друзья говорится об этих женщинах дороти и джудит они познакомились в середине 90-х и потом спустя время им пришла в голову идея написать совместную книгу по вязанию потому что у обеих был колоссальный опыт и вот здесь написано что книга которую мы держим в руках содержит 100 лет 100 лет вязания и 50 лет преподавательского опыта на двоих вот такие вот картинки замечательные интересные материалы и инструменты часть первая перед каждой частью саш ты меня сейчас задушишь перед каждой частью идет описание что будет рассматриваться в этой главе нитки какие бывают нитки в каком виде продают нитки бобина пасма скрученная клубок моток катушка и так далее вот идет информация по ниткам как смотать клубок потом по этикеточкам как читать этикетку например да вот то есть как ее изучать то есть что тут вообще написано какие значки что значит вот это мне между прочим очень нужно потому что я не понимаю ничего из того что написано на этикетках и как все это осмыслить пожалуйста нитки самые разные ягнячьи 6 альпака кашемир мохер шелк и так далее вот все это продолжается обо всем об этом вот здесь написано этот бесешь кручение нитей за скрутка с с скрутка толщина контрольный образец классификация пряжи и различные вот такая вот таблица приводится второе спицы всякие 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 разные виды спиц здесь рассматриваются опять же размеры спиц в таблицах работа с описанием и схемой то есть вот это тоже мне нужно этого я плохо понимаю пока еще аббревиатура описание рисунка варежки общепринятые сокращения табличка сокращений везде красочные яркие интересные фотографии как читать схему следим за схемой пример схема вот этих вот коз вот этих вот открыть тебе огушку просили сейчас дорогие друзья схема ирландского рисунка вот такие вот схемы много много разных условное обозначение при чтении схем это все тоже надо изучить потому что схемы я не понимаю абсолютно часть 2 основы вязания все сопровождается такими красочными клубочками изображениями клубочков которые хочется потрогать конечно же хочется из них обязательно повязать основа вязания мы начинаем с двух легких петель а потом покажем вам что будет если вы их перепутаете петли и пошло пошло мне когда я выбирал вот эту книжку я вообще должна вам сказать что я объездила три книжных таких топовых три топовых книжных магазина города владимира вот и только в последнем я нашла вот эту вот книгу в основном встречаются встречается другая расхваленная на ю тубе книга по вязанию маргарит максимовой вот ее я видела в каждом магазине а вот эту вот только в одном последнем и выбирала я просто все скушала и выбирала я между максимовой и вот этой вот и выбрала вот эту потому что не знаю почему в общем друзья мне честно говоря понравились здесь больше рисунки может быть это и глупо мне показались они какими-то более позитивными более яркими косы вот например пошли косы то есть о чем тут идет речь сейчас сами да какой то вот даже западное вязание скрещенные петли вот новые нитки в плетение концов проторчала я в магазине в последнем особенно очень очень долго там уже охранники все ходили на меня так поглядывали искоса что она там делает в отделе рукоделия торчал наверное час а то и полтора я просмотрела все книги которые там есть по рукодели купила вот эту а поднимаем спущенные петли купила вот эту и еще некоторые по вязанию шапочек детских по вязанию носков я их вам потом обязательно тоже сделаю на них обзор они очень яркие красивые со схемами и и с описаниями как вязать края обработка краю вот вот теперь очень интересно найти денежки да теперь мне очень интересно найти на ю тубе обзор на книгу максимовой желательно такой вот добротный да обычно они говорят довольно вскользь я вот те видео которые встречала там вскользь так скажем не очень подробно мне хотелось что целое видео было посвящено этой книге чтобы ну понять сделала я много ли я потеряла не купив ее а выбрав эту книгу или нет сейчас очень еще хвалят тоже на ю тубе много видео по книги не помню ван дер линдер там автор тоже очень ее нахваливают там более 300 страниц а здесь здесь 200 238 и это еще с заметками с листочками отведенными на заметки то есть страниц тут меньше но я не встретила книгу вот эту вот автора ван дер линдер я не видела ее в магазине возможно ее можно только во владимире и не продают а может быть ее можно только в интернете заказать не знаю возможно я это и сделаю потому что очень прям восторженные отзывы набор временных петель набор петель крючком даже представьте что бывает невидимый набор временных петель ничего себе набор петель по кругу из центра ой ничего только вот нету набор петель с пико вот и купила я эту книгу стоит она 795 рублей она немного дешевле чем книга Максимовой уже сейчас точно не помню по-моему 805 во всех книжных магазинах где она была она стоила 800 по моему 5 рублей если я не ошибаюсь по моему да 805 вот что если я неправильно вяжу кромку мне понравилось вот это вот все отмечено вот такими вот что главное там выделено фотографии очень добротные доходчивые мне как новичку прямо все вот это вот очень очень даже нужно закрепление петель что делать с последней петлей закрепление петель крючком закрепление петель двумя лицевыми вместе декоративное закрепление петель вот особые замечания тоже вот тут вот выделяются такие вот разные придаем форму еще должна сказать дорогие друзья что вчера сегодня 11 июля не знаю когда я выложу это видео надеюсь что скоро вчера было 11 июля вчера было 10 сегодня 11 прибавление закончился конкурс который проходил на моем канале с салфеточкой приз был вязан крючком салфетка если вы смотрели это видео но дорогие друзья должна сказать что я посчитала этот конкурс не состоявшимся поэтому я даже не стала объявлять не победителей никого все это как повисло в воздухе можно сказать что первый конкурс на моем канале получился комом потому что в участниках на этот конкурс в участниках этого конкурса среди желающих приобрести в дар мою салфеточку оказалось всего два человека и то это мои подписчики то есть как бы со стороны людей не пришло никому моя салфеточка оказалась особо не нужна это оказались два человека мои подписчики и то среди них надя сми которые прекрасно сама вяжет и она она вяжет себе 150 таких салфеточек причем их гораздо лучше она просто решила откликнуться на мое предложение поучаствовать в конкурсе чтобы просто поддержать меня а так бы у меня вообще один участник был бы вот я считаю что это конкурс не состоялся так вот тут идет речь о том как убавлять петли разными разными способами убавление одной петли убавление нескольких петель и все это подкреплено фотографиями вот так что дорогие друзья не знаю что когда я соберусь проводить следующий конкурс этот конкурс результатов не дал никаких абсолютно вот а еще говорят что хендмейт сделаны вручную вещи очень очень как бы дороги не знаю видите никому оказалось не надо не нужна моя салфеточка так варианты укороченных рядов как вязать укороченные ряды как использовать укороченные ряды например на грудная веточка на свитере саш пожалуйста не мешает у меня просто другого времени может и не будет пока мы дома мака мака налить мака вот друзья это пока еще идет часть основы придаем форму вот тут вырез горловины укороченными рядами пятка укороченными рядами в общем все 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 варианты где можно использовать укороченные ряды уравновешивание рисунков с помощью укороченных рядов рюши другие формы вот тут вот даже прям какие-то описаниями прямое и круговое вязание вязание матрасный шов соединение ряд к ряду вот такие вот различные всевозможные варианты сшивание с помощью крючка соединение деталей платочной вязкой я все хочу понять как же можно вообще рассчитывать даже не сколько вязать не сколько как вязать хотя и это тоже но мне вообще я не могу понять как можно точно рассчитать например после снятия мерок сколько нужно набрать петель сколько нужно набрать петель больно вот так вот ребят когда с детьми это что-то просто нереальное ничего не сделать сам себе не принадлежишь вот не понимаю как можно я смотрел тоже на ютубе очень много разных видео как вот высчитать сколько петель нужно набрать на то или иное изделие например как это все высчитывать но это вообще для меня это как вот чего-то как полет на луну это просто я вообще абсолютно не понимаю вот столько этих видео смотрела и сама чего-то записывала на бумажке объединение петель при вязании по кругу швы обманки я вообще не понимаю как стеки как все это можно высчитать и тем более если не разбираешься в математике как например поиск устранения дефектов как например я а я вообще в математике полный ноль я знаю только что 2 плюс 24 декоративное вязание третья часть вот цветное вязание для примера например своей математической тупости да чтобы вы поняли ее масштаб моей математической тупости я вам приведу такой пример что например в школе на уроках геометрии была какая-то например простейшая задача абсолютно в которой требовалось применить одну какую-то теорему и причем мне говорили что вот к этой задаче нужна вот именно вот эта теорема что эта задача решается вот применением этой теоремы и я не могла сообразить как применить тут можно эту теорему чтобы эту задачу решить то есть вот до такой степени у меня вот до такой степени гуманитарная ум я не могу пусто пусто да еще хочу Саш ну подожди пожалуйста ну почему вот как я взяла книгу на обзор срочно нужно и молоко и печенье все срочно нужно а до этого Сашенька спокойно сидела смотрела мультики вот такие вот схемы и что получается вот у нас тут музыкальное сопровождение вот различные узоры пальчик пальчик квадратов вот у я вот у я как дела вообще очень хочется двусторонние вязания пальчик 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 заразит очень хочется навязать ой навязать научиться вязать пальчик 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 ну сейчас когда у меня погодки и оба маленькие это практически нероятно вот у я вот у я многоцветная резинка интересно двухцветные косы не знаю мне книга нравится как бы коса в три ряда разновидность косы шов петля в петлю в общем все 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 как наверное вот такая вот вышивка навязанных изделиях как ее делать да вот вам саша цветочек за ней полос по кругу саж давай дальше курс вот начинается глава косы да вот они такие разные 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 курсы двойная коса вот она это простая заплетенная коса с двойным пересечением перекрещены о их тут очень очень много вот таких вот всяких разных и шишечки и ромба из рук и узор плетенка ничего только нет вот это вот голова саша цветочек тоже показывала как планировать узор из кос расчет петель для узора из кос все это конечно очень нужно исправление косички показываешь да исправление ошибок если вы допустили при вязание саш козички делают бе но мы же сейчас не про козичек мы сейчас про вязание ажурное вязание ажурное я показываю ажурное ты показываешь ажурное вязание да вот такой вот красивый как это все делать это сашеньки это сашеньки но вот если мама научится она будет тебе такое мама связала очень кривой кривой один носочек исправление ошибок который сашеньки сашеньки он тебе мал саша мало этот носочек исправление ошибок в ажурном вязание пропущенные накиды схема или описание вопрос описание узора парашютики здесь есть что означает отсутствие петли вместе вот она схема как проверить рапорты схемы я покажу схемы простой пример ситуации с реальными вещами вязание с бусинами пожалуйста саша все показывает надеюсь что вам будет все видно и понятно и вообще я надеюсь что вам интересно если вы до сих пор смотрите потому что здесь как вязать с бусинкой нанизывание бусины крючком опять же разные разные способы нанизывание бусин так вязаные изделия мы переходим к разделу где описывается образец плотности вязания зачем он нужен рассмотрим вязание рукавов горловины и различных видов кармана подготовка к вязанию изделия зачем нужен образец плотности до птички там кричат вяжем образец плотности плотность вязание рядов зачем нужен образец плотности все это дядьки 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 это мерки снимать снимаем мерки опять же да как зачем и почему и здесь вот все это описано вот такой вот с ямкой табличкой мерки для шапки мерки для перчаток и варежек дядька мерки для носков дядька рукодядьки про свитер посадка свитером дядька да есть разные свитера очень плотно облегающие стандартные и крупноразмерные на размер меньше форма свитеров баланс и симметрия начинаем здесь уже рассказывается о том как начать вязать например здесь приводится в пример свитер а с чего начать опять же с вывязывания образца да да что ли сашами не пожалуйста все книжки мятые потому что очень лихо переворачиваешь обычно странички симметрия плечевых швов планируем аранские узоры вязание сверху вниз тут очень тут без фотографий тут очень много теорий возьми закладочку и поиграй с ней вязание по горизонтали здесь вот как можете видеть одна теория очень 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 много написанной информации здесь нет пока фотографии вообще подгоняем узоры по длине по ширине опять же плотность вязания одна теория рукава здесь вот уже пошли рисунки рукава спущенные измененный спущенный реглан вяжем реглан одной деталью вяжем реглан отдельно от основной части определение убавления реглана вточной рукав вязание проймы рукав собачка и кошечка нарисованы горловины и воротники какие они бывают и как их вязать в-образный круглый вырез квадратный вырез водолазка мне нравятся вот такие вот и уже большой ты уже большая это называется воротник шалька тоже прикольно если бы я умела вырезать воротник хомут воротник пола карманы пожалуйста по вывязыванию карманов теперь информация да какие они бывают такие вертикальный карман горизонтальный карман диагональный карман аф-аф даже роман карман да аф-аф и мяу накладной карман всякие различные виды и способы застежки застежки пуговицы молнии и так далее планки я пока еще даже не знаю что это такое петли для пуговиц как это все вывязывать провязывать саш сама ты сейчас сразу 50 страниц перевернешь я тебя знаю вот пожалуйста молнии как вшиваются готовые изделия декоративные петли последние штрихи поздравляем ваши изделия связаны и сшиты все концы вплетены и оно почти готово к использованию дальше идет речь о влажно-тепловой обработке и хранении вещей из пряжи животного происхождения а здесь о влажной обработке растительной пряжи да это специальная наверное чтобы стирать связанные изделия особенности влажной обработки влажная обработка носков влажная обработка шапок сушка со спицами обработка крупных вещей и вот пошла уже часть мастер-классы здесь мастер-класс шапок ушанок перчаток варежек шарфа с ромбами двухцветных носков в клеточку жакет остин свитер амброзии свитер лисдон варь саша вот на ваших глазах что происходит и вот это вот дорогие друзья у нас еще не самое худшее саш вот новая книжка все книжки порваны все книжки смяты я вот уже устала вот на ваших глазах вот так вот со всеми книгами обращаемся это еще не худший вариант ладно далее мастер-класс по вязанию шапки ушанки это ты сделала очень плохо потому что лезешь не в свое дело я конечно понимаю что может быть я не вовремя делаю этот обзор асториально сижу но в другое время у меня не будет шапки ушанки мастер-класс как связать вот такую вот шапочку здесь приводится на окружность головы 61 см и 56 см спицы плотность вязания вот пожалуйста узоры макушка все 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 очень очень подробно описано порвала книжку все очень подробно описано те кто мало-мальски вяжет смогут я думаю справиться но не я я пока не могу по этим описаниям что-либо связать я пыталась изучить так теперь перчатки с косами и бусинами предлагается связать по мастер-классу опять же тут все подробно описано как это все вяжется чего левая перчатка правая перчатка все отдельно двойные варежки вот такие предлагают связать нам авторы и опять же дают подробный мастер-класс по их вязание двойные варежки то есть они видимо выворачиваются что ли и тоже их можно носить и наизнанку и так шарф с ромбами вот такой вот шарфик предлагают нам связать по мастер-классу который приводится опять же в этой книге двухцветные носки в клеточку вот такие носки предлагают нам связать тут все тоже очень подробно манжеты нога петли для пятки мысок ступня все подробно описано вот получаются такие носочки жакет Остин вот он жакет Остин это тебе? это тебе? ну мама может быть научится и когда-нибудь свяжет вот такой вот жакетик на молнии тоже предлагается вот все описание и схемы и все что хотите любая информация как все это вяжется собирается вот такой вот кардиган амброзия опять же мастер-класс очень он интересный я бы такой себе связала он даже приталенный тебе? пряжу предлагаю для этого кардигана альпина селена тебе? шесть мотков тебе? василькового цвета тебе? на окружность груди девяносто один с половиной сантиметров обхват талии шестьдесят шесть окружность бедер девяносто один ну в общем тут прям практически на модель вот такой вот кардиганчик и опять же как он вяжется все узоры все 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 вот все очень подробно саша не вздумай переворачивать сейчас все будет рваное вот воротничок вот сборка все это здесь рассказано изменение размера вот получается такой вот интересный кардиганчик свитер Лиз Дон Варна который я бы тоже связала мужу если бы умела он очень прикольный мне кажется родились эти колоритные свитера на островах Аран в Ирландии арановые узоры это комбинации кос разделенные изнаночной гладью рисунком рис или другими фоновыми рисунками вот опять же такой свитер предлагают нам связать на обхват груди сто семнадцать сантиметров из пряжи Аделия Золтан понадобится пятнадцать с половиной мотков белого цвета планируем свитер начинаем опять же с плана да и вот как все это вяжется я играю играешь все рассказано показано начало реглана и так далее горловинка и в результате получается вот такой очень даже красивый свитер все дорогие друзья вот подошли мы к концу а эту страничку я вам уже показывал здесь говорится об авторах алфавитный указатель и далее несколько страничек для заметок вот такая вот книжка как я уже говорила предпочла я эту книгу купить а не книгу Маргарита Максимовы за которой собственно и ехала ехала я сразу ну скажу честно наверное за Максимовой вот ну увидев эту и пролистав еще несколько книг по вязанию я выбрала вот эту книгу пока сейчас еще вот думаю насчет книги ван дер линдер может возможно я и закажу ее через интернет вот дорогие друзья спасибо что были с нами спасибо что посмотрели этот обзор мне все-таки удалось его сделать я считаю вот такой вот толщины книжка вот это вот сзади вот пока-пока Сашенька машет совсем скоро надеюсь я покажу вам свои следующие книги которые я купила вместе вот с этой по вязанию детских шапочек по вязанию носочков и по вязанию салфеточек крючком все дорогие друзья если вам понравилось ставьте пальчики вверх подписывайтесь если не подписаны да вот так вот правильно вот так вот ставьте пальчики вверх подписывайтесь ваши дрончики пока-пока